Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье! А, решил ко мне лезть, ты? Засранец, вонючий, мать твою! А, ну иди сюда, попробуй меня трахнуть, я тебя сам трахну, ублюдок! А найдись, чертов, будь ты проклят! Иди, идиот! Трахать тебя всю твою семью, говно собачье! Жлоб, вонючий, дерьмо, сука, падла! Иди сюда, мерзавец, негодяй, гад! Иди сюда, ты, говно жопа! Кровь и бетон! История любви Уфуэнт, ты самый смешной пупсик! Только в рэпера не ударяйся! Нет ничего общего между переводчиком переговоров министрационных дел и переводчиком Шекспира Хотя и то, и другой, это перевод У каждого своя специфика, здесь нужна реакция Нужно, конечно, хорошее знание языка, с которого ты переводишь Конечно, нужно очень хорошее, может быть, даже это в чем-то важнее Знание русского языка, чтобы твои переводы не были монотонными Я считал и считаю, что по экспрессии русский мат значительно сильнее, чем английская ненормативная лексика Тем более, что она у них не совсем ненормативная Поэтому переводить так, как учат словари матом, то есть слово в слово, мне представляется неправильно Бывают редчайшие исключения В фильме «Парни по боку» героиня, которую играет Лупи Голдберг Учит сексуальной раскрепощенности какую-то там девицу И она спрашивает, ну как ты называешь вот то, что у тебя между ног? Говорит, ну там внизу Говорит, что там внизу? Это как будто про погреб говоришь И она заставляет ее произнести матерное название И вот здесь встать в позу целомудренной статуи и обзывать это медицинскими терминами нелепо Слушай, давай сразу сейчас Градж, ты поняла? Иди отсюда к этой матери Хорошо Мы-то чаще всего это переводили сходу И вот для этого нужна была реакция, ну практически мгновенная Ну и конечно на гости Я бы так не смог, а ты бы смог? Как это у них получается? Кто они вообще такие? Перевод на видео стоил сначала 15, потом 25 рублей И это были огромные деньги по тем временам Так что конечно это был зарубь Кроме того, мне нравилось и нравится переводить фильмы И приятно, когда тебе нравится и ты получаешь, скажем так, гонорар За то, что у тебя неплохо получается Да, слышал И один из вопросов, который мне задали в качестве беседы Был, как нам остановить видео Мой ответ был, что это так же невозможно, как остановить аудио Как можно остановить явление? Он сказал, ну что ж в таком случае, вы считаете, что наша деятельность абсолютно бесполезна? И вот с этим молодым задором я ему сказал, что нет, ваша деятельность для меня Мне больше всего напоминает деятельность сфинктера Наступила неловкая пауза И я понял, что он не знает, что такое сфинктер Это что такое? О чем ты говоришь? Сфинктер, говорю я Это та мышца в попе Которая позволяет вам сохранить лицо Сохранить какое-то подобие цивилизованности Когда вам нужно срочно в туалет Она вам даст несколько минут, чтобы вы успели добежать до кабины Тоже забавная история Меня отправили в кинотеатр «Октябрь» в первый же день фестиваля Переводить фильм с Оливер Ридом Главной роли Очень неплохой английский фильм Я его не видел Мне сказали без проблем, там очень хороший английский И вот мой первый в жизни перевод на большой экран На большой зал И действительно английский, как в лингофонном кабинете Все говорят четко и с паузами Хороший английский язык Проблем нет никаких И вот в середине фильма Я уже расслабился Герой заходит в паб Проходит мимо столик И там сидят три человека Эти три человека что-то друг другу говорят Первая фраза Я понимаю, что я не понимаю ни слова Просто не понимаю Вторая фраза Я не понимаю ни слова Третья фраза Я не понимаю ни слова Но сквозь наушники я слышу смех в зале И я понимаю, что смеются надо мной Что я облажался И в эту секунду что-то щелкнуло в голове И я понял все три фраза Они говорили по-русски Это были моряки Причем один из них говорил матом Почему в зале был радостный хохот Потому что механики тоже к этому не были готовы И не притушили звук Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok